На южном объезде Владимира ужесточили ограничения движения по мосту через Клязьму. Речь о путепроводе, который расположен на 182-м километре М7. Как ранее уже сообщали в Уппордор Москва-Нижний Новгород, конструкции переправы частично износилось. Ради безопасности ввели ограничения на проезд большегрузов. Если на прошлой неделе сообщалось об ограничениях для транспорта массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн, то с 25 октября установили новые рамки допустимой грузоподъемности. Получается, состояние моста еще хуже, чем предполагали специалисты. В целях обеспечения безопасности по мосту ограничен проезд транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Максимально разрешенная скорость 40 км в час. В ближайшее время планируется организация движения в реверсивном режиме. Причина – снижение несущих способностей конструкций искусственного сооружения и угроза безопасности движения. Ограничение необходимо для минимизации нагрузки и проведения восстановительных работ. Водителям фур рекомендуют выбирать пути объезда. Вероятно, одним из таких станет платный дублер Юшки М-12. Скорее всего, туда направится основной поток большегрузов. К слову, на съезде с М-12 на трассу до Гусь-Хрустального организовано круговое движение. Некоторые водители жалуются, что у длинномерных грузовиков есть риск не вписаться в поворот. На прошлой неделе на участке трассы М-12 Москва-Казань во Владимирской области фура не смогла преодолеть поворотное закругление при съезде на трассу Р-132 «Золотое кольцо». По информации 6-го канала, инцидент произошел в результате того, что водитель большегруза перевозил балки, не проходящие по габаритам. В ГК «Автодор» строящий платный автобан рассказали, что съезд получил положительное заключение главгосэкспертизы и соответствует всем нормативам. А дорога на этом участке сужается, потому что он является частью трассы не первой технической категории. Третьей или четвертой технической категории. То есть это на несколько порядков получается ниже по технической категории и нагрузкам и другим параметрам нормативным, чем М-12. Съезды как раз были на дорогу «Золотое кольцо», которое ниже по своей технической категории. И они были спроектированы и построены с этими условиями, что они не первой технической категории. Естественно, там и ширина проезжей части, и другие параметры, связанные с нагрузкой, они другие. При этом в госкомпании подчеркнули, что несмотря на разный технический уровень, эти съезды все равно делали шире, чем планировалось изначально.